Вопрос, с чего же начинать? Вот я сейчас вам рассказала, как важно вести здоровый образ жизни, как это вот все полезно, как это все нужно, как это все круто, что это дает. И вот вы сидите такие и думаете, с чего же начинать? Какой же вот первый шаг делать? Очень многие не начинают, не стартуют вести здоровый образ жизни по одной простой причине. Они не знают, с чего начать. Это кажется сложным и тяжелым, и думаешь, ну как же это все вот. А еще были такие вот случаи, когда вы начинали с энтузиазмом, что делали, все, там вставали раньше времени, в 5 утра вставали, зарядка, все, бодрость. А потом на третий день вас накрывала такая усталость, вы на все бросали, забивали и потихонечку то раз, день пропустили, два, три, поняли, что слишком тяжело. А потом как-нибудь вот сейчас вот я вот лучше высплюсь, посплю подольше, да, вот у меня завтра напряженный день, я лучше посплю, а потом вот у меня вот послезавтра там тоже мне надо быть, вот, а я вот не высыпаюсь, вот я лучше вот как-то вот что-то вот рано вставать и откладываем, откладываем. Скажу вам честно, у меня тоже такое было, когда я вырываюсь от этого состояния, да, мне тоже я сначала вроде как, вау, 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 регулярно начинаю, но сил у нас не хватает, мы сдыхаем на полпути, потому что мы находим тысячу и одну отмазку и отговорку для того, чтобы не заботиться о себе, чтобы не заботиться о своем здоровье. Для того, чтобы ступить на путь здоровья, нужно изменить свои привычки. Меняйте привычки, меняйте жизнь. Привычки менять тяжело, очень тяжело. Некоторые, вот кто делает вот ошибку, да, вот основная ошибка тех, кто хочет начать вести здоровый образ жизни, это все. С понедельника я встаю в 6 утра, я бегу на пробежку, я выбрасываю всю гадость из холодильника, иду, затариваю холодильник овощами. Ура, все, вперед, аллилуйя, побежали. Утром вы или в 6 утра не встанете просто потому, что вам будет страшно того, что вы напланировали, да, или вы пробежите, но с трудом приползаете домой, потому что с непривычки у вас там дыхание перехватит, да, или вы накупите этих овощей, пробуйте есть, у вас не получится с непривычки, потому что, фу, вы и готовят, наверное, толком не умеете так, чтобы это вкусно было, да, и вот подавитесь этим всем там 3-4 дня, а потом все равно кто-нибудь у вас сплакнется, что вы будете там где-нибудь чем-нибудь вкусненьким запахнет, и вы обязательно сроете с этой дорожки. Вы знаете, есть разработанная система, как встраивать новые привычки в повседневную жизнь. Есть правила, которые помогают их встраивать максимально легко и комфортно. Главное правило встраивания здоровых привычек и вообще любых привычек новых в жизнь – это медленно, но верно. Не насилуйте себя, не надо сразу врываться, вот все, я завтра веду здоровый образ жизни, ух, все, понеслись, да, начинаю есть одни яблоки, начинаю там заниматься спортом, там, что еще можно, что еще, где можно как-то изменить, тут же все это, и вы просто надрываетесь. Нельзя резко все менять, не надо делать через силу, ни в коем случае. Начинаем с малого. Не надо сразу всю пищу сделать здоровой. Начните по чуть-чуть добавлять овощей в свой рацион. Откажитесь от колы, перейдите, там, если вы пьете кока-колу, да, там еще какие-то вкусные, ароматные, химические напитки, натуральные пакетированные соки. Там очень много сахара, и там также есть консерванты, ну, лучше, если хочется пить, пейте чистую воду, чистую воду пейте. Вот замените, первое, что сделать, просто замените напитки, которые вы пьете, да, замените чистой водой. Чаи. Многие, я знаю, грешат тем, что они пьют, в России есть традиция, да, пить чай вечером, вечером, на семейном коме, такое кругом, такое социальное явление пить чай, да. И многие используют дешевый, пакетированный, ароматизированный чай черный. Вот перестаньте этого делать. Я вас очень прошу, ну, купите вы травяной хотя бы мятный чай, да. Ну, я сейчас сделала забег на север Таиланда, там, накупила себе чаев, и сейчас просто у меня, мама говорит, чайный сноб, да, я там взяла себе чай от ласмантуса, и чай из цветков кофе, чай из плодов кофе, там, какие-то успокаивают, какие-то тонизируют. Я вообще, вот чаи, одно из моих правил, да, которые вот я придерживаюсь, когда я начала восстанавливаться, я отказалась от пакетированных дешевых чаев. Так как мы чай пьем часто, то лучше это пусть будет качественный чай, подороже, пусть будет рассыпной, зеленый хороший чай, не поскупитесь. Потому что как раз-таки вот с этих вот шагов вы уже можете начать улучшать свое здоровье. Кофе натуральные в турочке приготовленные, там, вот с корицей можно добавить туда для пользы и для здоровья, с мускатным орешком. Я кофе, скажу честно, я не люблю, мне его вкус не нравится. И, кроме того, если вы любите пить кофе, обязательно включите в свой рацион кальций или потребляйте те продукты, в которых много находится кальция, потому что кофе вымывает кальций. Вот имейте в виду, если вы кофеман, имейте в виду, что кофе вымывает кальций. Вот, у меня муж тоже очень любит кофе, я для него специальную турочку прикупила. Здесь в Тайланде это очень сложно, я заказывала из России, да, с севера Таиланда там кофе ему навезла, тоже зерен, кофемолку, я ему готовлю кофе. Но сама я кофе не люблю, я люблю цветы кофе, я люблю чай из плодов кофе, сам кофе я не люблю. Мы пьем орешки, а еще есть ягоды, ягоды, есть ягоды кофе, очень вкусный чай. И бодрит хорошо. Вот, там очень много антиоксидантов. Так, не надо сразу все менять, выберите одну-две привычки, которые вы хотите у себя привить. Кстати, да, если у вас проблема, если вы не знаете, какие привычки полезны, я могу вам ссылочку дать. У меня есть чек-лист, где расписаны полезные привычки. Там 15 полезных привычек, которые используют, которые ежедневно, вы можете продлить свою молодость, красоту и там вообще восстановить все, да. 15 простых привычек. Вы выбираете, можете просто где-то покопаться, да, если вам не интересны мои материалы дополнительные, чек-лист он бесплатный. Вот, вы просто ставите, составляете для себя список этих привычек и смотрите, какую привычку вы можете первой, да, какая для вас самая менее напряжная. Вот что вы можете изменить в своей жизни в первую очередь. Выбираете, как несколько привычек, и дальше вы смотрите, с чего вы можете начать, да. Например, начнем с физической зарядки. Начните хотя бы 5 минут в день, не больше, не полчаса, не час, 5 минут в день. Вот вы же можете найти для себя 5 минут в день для того, чтобы сделать простую физическую какую-то зарядку, да, какие-то упражнения. Так можем же мы найти, да. Дальше, начинаем вот как раз, начинаем с малого. По чуть-чуть, шаг за шагом, постепенно увеличивая. Неделю вот 5, 5 минут, да, там поделали зарядку. Только обязательно регулярно. Ставьте будильник, ставьте напоминание, вешайте листочки на холодильнике. Но чтобы это всегда было у вас перед глазами, чтобы всегда это вот намаячило. Дальше, спокойно реагируем на провалы. Да, девочки, провалы будут. У нас всегда найдутся родственники, которые будут нас уводить налево. У меня вот приезжает мама, у меня мама традиция, я вот сейчас, мы с мужем, мы отказались от тортиков, от сладкого. Поэтому сейчас вот мы решили немножко похудеть, вот, потому что у нас сейчас питание, оно основано на как раз-таки сброс лишних килограмм. Но у меня как бы все нормально, а муж у меня, он, да, отбился от рук, питался в недовом, пока я работала, и немножко набрал. Сейчас он сбрасывает. Я его поддерживаю, поэтому у нас дома как бы табу, это всякие вкусности, да, там тортики, пироженки. А у меня, когда приезжает мама, она привозит к себе пахлаву. Это невероятно вкусно. Но мы на этой пахлаве сразу набираем ноги килограмм, да. Также у меня приезжает мама, она мне очень любит все жарить. А, как она любит все жарить. И вот как бы, ну, сейчас в этот приезд я уже ей сказала, мама, у нас есть определенные правила питания. Ну, приехала, что как раз помочь мне сейчас ребенком, сейчас у меня просто очень напряженное время в работе, я прям вообще никак не справляюсь. Сейчас вот мама мне помогает с ребенком. Я четко ей приписала, что и как готовить, да. И она постоянно, ой, ну пойдем там, вот здесь вот такие тортики вкусные продаются, ну пойдем, пойдем, пойдем. И вот сто процентов у вас тоже есть такие в окружении люди, которые вас всегда подбивают на что-то вот предненькое, там, бокальчик, там, пиво выпить, еще что-нибудь такое. Ну давай, 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 ничего, ничего не в своей компании, да. У кого была такая ситуация, когда вы начинали, такой хороший начал, а все, а тут бах, и кто-то вот пришел. И вот все ваши планы на здоровый образ жизни просто медленным тазом. Было же такое, да? Наверняка было. Вот. Надо спокойно абсолютно на это реагировать. Если у вас не хватило сил и воли сказать, нет, я теперь другая, я не такая, ешь на трамвае, да, я теперь здоровый образ жизни, поэтому давай ты попьешь пиво, я просто рядышком посижу, минералочки потяну, да. Нет. Хотя на самом деле я именно так и говорила. Ну, никто на меня никогда не обижался, все уважали мой выбор. Это ограничение просто у нас в голове сказать, вот нет, да, вот. Можно, можно быть компанияским человеком, не употребляя спитного и не куряя сигареты, да, это можно. Я не была изгоем, когда я была подростком, наоборот, я была лидером. Когда вот я была в компании, где я была единственная некурящая, люди, которые хотели покурить, они отходили в сторонку, там курили, потом возвращались обратно в круг, понимаете? То есть как бы это как себя поставишь, да? И я всегда продвигала здоровый образ жизни, и люди всегда уважали это и относились к этому, с уважением к этому. Вот, поэтому если вы твердо для себя решите, что вы тоже хотите вести здоровый образ жизни, не бойтесь, что вас кто не поймет. Вас многие поймут и даже поддерживают, вот. Поэтому спокойно реагируем на провалы. Не расстраивайтесь, не надо себя корить. Ай-яй-яй, какая я нехорошая. Не надо чувство вины уберить, от него только хуже будет. Или вы планируете на пробежку, да, вы неделю побегали, а потом проспали. Раз проспали, два проспали, три, а потом уже смотрите на кроссовки, и у вас такое чувство вины перед собой. Чувство вины вообще вызывает психосоматику, и это все очень плохо тоже заканчивается. Спокойно реагируем. Да, это нормально, у меня сегодня день и послушание. Зато завтра я опять вернусь. То есть когда вы на это реагируете спокойно, у вас нет такой вот реакции. Не надо, не надо лишних стрессов. Старайтесь делать так, чтобы здоровый образ жизни не был для вас стрессом. Да, даже если вы сидите на дети, даже у вас, если вы придерживаете здорового питания, раз в неделю допустимо кушать вредности. Вкусные, полезные, ну как, не полезные, вкусные вредности, да, там можно, можно, можно. И тортика покушать, и колбаски там копченые, да, сыр копченый, да, еще чего-нибудь такого. Вот там пиццу тоже захомячить, да, раз в неделю, раз в две недели. Ну пожалуйста. Если вы как бы очень любите себя, балуете, получается кальп от еды, не каждый день, но раз в неделю устраивайте себе в праздник. Делайте это. Вот, дальше это правило 21 дня. Уже было проведено очень много исследований на эту тему, и много подтверждений того, что любая привычка встраивается у нас 21 день. Что это значит? Если вы какое-то одно и то же дело будете делать 21 день подряд, и за дня в день, дальше это уже будет на автоматизме. Вот, поэтому выберите для себя одну-две привычки. Начните делать 21 день, начиная с малых шагов. Потом постепенно увеличиваются и увеличиваются. И когда вот пройдет 21 день, и вы уже поймете, что у вас уже эта привычка на автоматизме, смело приступайте к новым привычкам. Итак, шаг за шагом вы и сами не заметите, как у вас уже все изменилось, и как вы уже получили прорыв. Скажу небольшую пострадку. Начинать здоровье надо с головы. Только если вы головой понимаете, что вам это надо, если вы головой понимаете, зачем вам это надо, только тогда вам все эти привычки, они хорошо лягут на вашу жизнь, да? Если у вас нет мотивации, вы это все так же забросьте, как вы начинаете. Поймите, зачем вам это? Зачем вам быть здоровой? Решите это для себя. Ну что, многие, я знаю, бывают такие ситуации, что у них реально незачем. Многие не худеют, потому что им незачем, они не понимают, зачем. Им лучше тортик, да, чем какая-то вот непонятная. Они боятся, что их жизнь изменится. То есть много я знаю таких людей, да? Есть люди, у которых это уже тяжелый случай, когда они не понимают, зачем им жить. Поэтому они не лечатся, потому что у них нет смысла жизни. Найдите этот смысл. И сможете идти дальше. Когда вы поймете, что вы сможете сделать, когда вы будете здоровы, да, как изменится ваша жизнь, когда у вас будет яркая цель, вот тогда вы сможете... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!